Уже завтра, то есть 4 марта, в Большой Гильдии состоится долгожданный концерт всемирно известного музыканта, виртуоза Отмара Либерта, между прочим, пятикратного номинанта на премию Грэмми. Отмарт Либерт является одним из самых успешных музыкантов вообще в мире. Он обладатель 38 платиновых и золотых альбомов США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. А прямо сейчас он в гостях в нашей студии. Добрый вечер, Отмар. Спасибо, что пришли, Отмар. Вы у нас уже не первый раз. Мы знаем, что стиль вашей музыки называется «Нью фламенко», но начинали-то вы с рок-н-ролла. Это не ваш первый раз, когда вы здесь, в нашем студии. Как мы все знаем, ваш стиль – фламенко, но вы начали с рок-н-роллом. Как вы пришли к такому другому стилю? Это было, потому что я переехал в Сан-А-Фе, Нью-Мексико, в 1986 году. И я был просто влиянием по всей культуре города, который является мексиканским и спанским. Так что у вас есть фламенко, и у вас есть мариачи и музыка. В 1986 году он переехал в Мексику, и, в принципе, то, что он пришел к фламенко, это стало влиянием культур, которые именно там, куда он переехал, в Мексику. В Америку, в штат Нью-Мексико. В Америку, в США. Вы сейчас берете эстрадную гитару и, может быть, иногда по тихой грусти вечером играете рок-н-ролл? Нет. Вы знаете, что иногда на вечеринке вы берете гитару и играете рок-н-ролл и помните старые дни? Нет. Но мы recently сделали альбом, который включил несколько песок Bob Marley. Это так близко, как мы получили рок-н-ролл. Потому что мы нашли, что есть связь между регги и фламенко. Недавно выпустили альбом, в котором были песни Bob Marley, и он говорит, что есть связь между регги и фламенко, и поэтому решили внести некоторые песни в альбом. Отмар, вы уже не первый раз в Риге. Мы знаем, что это будет ваш четвертый, если я не ошибаюсь, концерт, поправьте меня. И вот в связи с этим хочется узнать, наверняка уже сложилось какое-то ощущение, впечатление о нашем городе и, конечно, о нашем рижском латвийском зрителе. Вот какой он, как вы его чувствуете, каким вы его ощущаете? Наверное, это ваш первый раз в Риге. Я думаю, что так. Да, я думаю. У вас есть какие-то ощущения о нашем аудитории в Латвии? Мы просто любим выступать между латвийским аудиторией. Вот мы говорили, что ему очень нравится старый город и что каждый раз, когда он приезжает, ему нравится гулять по старому городу и, в принципе, нравится выступать перед рижским зрителем. Ну, все-таки, вот как вы могли бы описать рижского зрителя, какой он, чем он отличается от зрителя, может быть, в других странах? Вот, например, говорят, что музыка фламенко – это очень такая жаркая, темпераментная музыка. Между тем, латвийцев, латышей называют народом достаточно холодным и малотемпераментным. Вот вы согласны с этим утверждением или нет? Ну, может быть, как вы можете описать публика в Латвии? Какая разница между латвийским аудиторией и некоторыми других странами? Потому что фламенко – это очень тяжелая музыка, но, может быть, в Латвии они не такие тяжелые и тяжелые. Ну, я думаю, что я использую то, что каждый экспрессирует их разнообразно. И это не так сильно отличается между, скажем, Латвией и Канадой. Вот мы говорим, что на самом деле особой разницы между латвийским зрителем и, к примеру, канадским зрителем нет. Но если зритель немного тише, спокойнее, то это заставляет его больше сконцентрироваться на непосредственно мелодии. Ну, вот я не знаю, когда я слушаю эту музыку, мне, например, очень хочется танцевать. Ну, во всяком случае, совершать какие-то движения. А вот бывает так, что на ваших концертах люди встают со своих мест удобных и начинают двигаться и танцевать. Анастасия говорит, что иногда, когда она слушает эту музыку, она хочет стоять и танцевать. И она спросит, что происходит, что зрительство начинает танцевать на вашем концерте? Да, конечно. В зависимости от того, где вы играете. Да, конечно. Вот, Мармар, мы вас попросим сыграть небольшую композицию для нас и наших телезрителей. Что мы можете别 сказать? Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Спасибо огромное. Я не знаю, Найты в прогнозе погоды говорила, что у нас еще зима, снегопады, но в нашей студии, мне кажется, прямо сейчас только что уже наступила весна и отогрела нас их, потому что музыка невероятно теплая. Но все равно грозь в ней чувствуется, чувствуется. Чем отличается нью-фламенко, то, что мы слышали, от классического фламенко? Проясните, пожалуйста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А вот он говорит, что, в принципе, дело в том, что фламенко, оно состоит... Это не одна целая вещь, да, она состоит из нескольких вещей, из многих вещей, и мелодия в обычном фламенко, она больше преобладает, как он говорит, более-таки арабское, да, вот восточное что-то, а в новом фламенко это смесь уже больших культур. Вы сказали, что нью-фламенко это такая смесь, но если верить энциклопедии, википедии, то ваш отец, он китаец, вы немец, мать из Венгрии, проживаете в США, это тоже получается такая смесь. Именно поэтому вы пришли к этому фламенко? То есть вы говорите, что фламенко есть какая-то смесь, да? Я думаю, что вся культура это смесь. Я имею в виду, что jazz это смесь с многими вещами. Я думаю, что если вы идете слишком много назад, вы увидите, что это было объединение различных культур, почти все, если это емкость. Вы не можете подумать о итальянском емкостье, без чинского влияния, чинского белья и так далее. Поскольку с Отмаром мы встречаемся не первый раз, мы уже были знакомы и знаем одну интересную деталь о том, что Отмар на своих концертах выступает босиком. Вот очень хотелось бы попросить вас рассказать нашим телезрителям, почему так происходит, почему босиком. Мы знаем еще один интересный деталь о том, что вы выступаете, но нет шоу, бэрфута. И вообще, почему это? И от того, как это традиционно? Я думаю, в 1996 году я путешествовала с Карлосом Сантана за несколько месяцев. После тура в 1996 году и на очередном саундчеке Отмар решил попробовать. Он был без обуви, и именно в этот момент он почувствовал, что именно это то состояние, в котором он хочет быть во время выступления. То есть он чувствует как дома себя. Завтра в Большой гильдии вы будете чувствовать себя как дома, тоже босиком. С ним будет еще и три музыканта. Это будет бас-гитарист, барабанщик и на фортепиано. Может быть, напоследок буквально несколько слов о том, что услышат зрители, что за программы подготовлены вами? В принципе, в концерте будет совмещены и с первых альбомов, и с последних альбомов. То есть это будет микс со всего творчеством? Ну что же, спасибо вам за это интервью. Нашим телезрителям напомним, сегодня у нас был в гостях всемирно известный музыкант, гитарист-виртуоз Отмар Либерт, концерт которого состоится уже 4 марта в Большой гильдии. Приходите и сами послушайте эту прекрасную музыку.